Ну и Марко Курелли. Поле покинул, а вместо него Такифуса Кубо. Рядом с ним Мауру Арамбари. Всего два футболиста Леванте. Кубо подает на дальнюю и здесь Дани Карденас. Не выходит, мяч скинулся. Как всегда эксцентричный Хосе Борталас. Какая актерская игра все-таки. Что касается Леванте, то Леванте будет играть дома. Дома в последнем туре примет Кадис, об этом чуть позже Кубо. Бьет поворотом! Такепусо Кубо забивает и выводит Хетафи вперед! Вот такое вот развитие событий нас всех ждало. Вот поэтому была такая пауза. Все ждали появления этого гения. Посмотрите, насколько он эмоционален. Он ждал этого момента. У него очень сложная карьера. Постоянно в арендах. В него не верят. Но вот посмотрите на эту футболку. Пятый номер. Такефусо Кубо выходит на замену и на данный момент приносит победу Хетафи. 2-1. Хетафи ведет на своем поле. Вот как этот гол пришел. Кубо мяч подхватил. Под левую подработал. Ушел от Хорхе Мирамона. И пушечным выстрелом в ближний угол поразил ворота Дани Кадис. Раньше времени не стоило говорить о том, что это какая-то особенная для них игра. Кучо видит Кубо впереди. Передача на него пошла. Кубо далековато мяч отпустил. Мяч в поле. Можно играть. Заброс в ворота. Тем временем основное... ...будут валяться на поле. Это Хайме Мата здесь. Ноги ему сводит. Возможно, это и так. Но просто вот впечатление портит. Дани Карденас. Кубо мяч подхватывает. От одного уходит. Отдает на... Прострел. И забивать отсюда можно. Но удар не получается у Гонсала Меллеру. И вот свисток. Свисток Адриана Кардера в Веге, который фиксирует победу Хитафи со счетом 2-1 на домашнем поле. И Хитафи гарантирует себе прописку в Ла Лиге на следующий сезон. 37 очков у команды Хосе Бордаласа. У Эльча, который на 18-м месте прямо сейчас находится, 33. И один тур остался. Соответственно, даже математически шансов нет у Хитафи, чтобы вылететь в низший дивизион. Таки Фусакуба. King of the match.